Теперь будем делать, продолжать тычинки. Все, у нас тычинки высохли. Мы их с вами сначала покрыли клеем, потом покрасили. Теперь мы их просто снимем с нашего картона. Делаем это так, собираем вместе. И отрезаем. Снимаем по второму. Вот что у нас получилось. Расправляем. Вот, и с одной стороны мы вот так вот отрежем. А теперь подровняем с другой стороны. Складываем полностью еще пополам и разрезаем. Здесь немножко еще подровняем. Еще с вами складываем пополам. Еще подравниваем. Ну вот примерно что у нас получилось. Если мы вот так сложим еще пополам, то это как раз в принципе вот тот размер, который нам необходим. У нас будет три цветка. И на три цветка вот как раз вот этой кучки тычинок вполне хватит. Вот что у нас получилось. Теперь делим этот пучок на три части. Так, это где-то вот так вот один. Два и три. Ну пусть где-то будет побольше, где-то может быть чуть поменьше. Вот. То есть примерно вот на три цветка нам нужно три пучочка. Теперь мы берем три проволочки. Вот. Проволоку складываем вдвое. И наши тычинки вот через середину пропускаем. Таким образом. Складываем пополам. Вот так. Немножко прокручиваем. Вот так. Берем одну проволочку еще чуть-чуть вот так прокручиваем. И спускаемся сюда вниз. Вот у нас таким образом. Получилась такая срединка с тычинками. Тычинки подравниваем. Вот так. Вот так. Вот что у нас получилось. Получился стебелек с тычинками. Теперь мы берем наш клей. Манку, окрашенную желтым и красным. Я смешала ее. И наши тычинки вот так обмакиваем в манку, окрашенную. В результате у нас получается вот такая срединка. Вот такие тычинки. Видите, они желто-желто-красные. Вот такая срединка у нас будет у наших роз. Вот таких срединок с тычинками нам надо сделать три штуки. Вот так переходим к сбору наших цветов. Значит, вот наши три лепестка на первый круг. Вот наши три на второй. И вот пять наших лепестков, которые мы будем обкладывать уже заключительный круг. И вот эта полоска ткани, с которой мы будем обкручивать нашу срединку. Итак, сначала мы полностью все наши лепестки у основания смазываем клеем. Буквально чуть-чуть. Полностью все шесть лепестков мы должны проклеить клеем. Только на самом-на самый край. Кончик мы накладываем на клей. И теперь сразу же будем его подклеивать. То есть немножко вот так вот размажем. Вот таким образом. Сразу на все лепестки накладываем, чтобы клей немножко схватился. Вот. Теперь берем нашу серединку. И на серединку из первых трех мы выбираем самый такой закрученный, самый узенький. И вот так вот его у основания, к основанию подкладываем. Вот здесь вот к основанию. И немножко вот так вот огибаем. Вот это будет наш первый лепесток. Теперь второй берем, а где-то, наверное, вот так будет идти, накладываться на первый, на половину первого. И будет идти вокруг нашей серединки. Вот таким образом. Теперь берем третий лепесток. И третий лепесток мы накладываем вот на оставшуюся часть. Вот таким образом у нас получился первый круг у нас закрыт. Немножко подождем, когда все лепестки немножко так подсохнут. Они полностью, конечно, не просохнут, но тем не менее, немножко подождем. И переходим к сбору второй части. Вот таким образом наклеиваем второй ряд. Сначала один лепесток. Теперь второй лепесток накладываем. И теперь будем накладывать третий лепесток. Вот второй ряд у нас готов. Нам осталось приклеить наши пять лепестков оставшихся. Теперь нам осталось приклеить последний ряд, третий ряд с литонами. Мы также промазываем их по краю клеем полностью все пять, чтобы они все схватились. Совсем чуть-чуть промазываем. И тут же можно их размазать по кончику основания лепестка. Теперь мы начинаем приклеивать наши лепестки. К основанию прям подкладываем. Вот прям к основанию. И подклеиваем. Начало один. Расправлять мы будем потом. Теперь подкладываем второй. Точно так же с наложением он идет на первый. Вот так. Теперь идет третий лепесток. Опять же с наложением на второй. Четвертый. И пятый будет закрывать полностью всю нашу, весь наш цветок, всю нашу срединку. Вот таким образом. Вот так. Теперь нам нужно полностью обкрутить наш цветок. Сделать стебелек. Стебелек мы делаем из полоски ткани, которую мы предварительно покрасили в зеленый цвет. И разрезали ширина нашей полоски где-то 5-6 миллиметров. Вот. Размазали клей. Теперь подставляем к основанию нашего цветка. И полностью вот таким образом мы скручиваем, прокручиваем, закрепляем нашу полоску. То есть ленточку тканевую вокруг стебелька. Полностью ее намазываю. Наматываем. Кончик отрезаем. Теперь занимаемся тем, что будем расправлять наши лепестки. Лепестки у основания немножко выгибаем все. Последний ряд. Вот так делаем их. Чтобы они отогнулись у основания. И потом кончик их расправляем, отправляем вниз. Вот так. Вот примерно вот так они должны выглядеть. То есть здесь на ваше усмотрение. Здесь нужно отгибать наш цветок, каждый листик поработать, пока они еще такие живые. Сильно они высохли. Можно с ними работать как вы хотите. Где-то более закрытыми делать, где-то более открытыми делать. Вот таких розочек нам надо сделать три штуки. Я их уже сделала. Сейчас я вам их показываю. Вот вторая наша розочка. И вот наша третья розочка. Вот такие красивые розы у нас получились. Теперь мне надо еще поработать с подклейкой. Вот здесь мы будем делать утолщение ватной. И потом подклейку будем делать такую же, как у обычных роз. И вот здесь мы будем делать утолщение ватной. И вот здесь мы будем делать утолщение ватной. И вот здесь мы будем делать утолщение ватной. И вот здесь мы будем делать утолщение ватной.